Ловушка для Золушки Спустя еще минуту в столовой смолкла музыка. Шаги приближались к моей комнате. Жанна не зажгла свет. Я увидела ее темный длинный силуэт в проеме. Ее рука легла на ручку двери. Точный негатив изображения той высокой женщины, что явилась не солнечным утром в клинике. Здравствуй, ДО. Все это началось однажды днем в феврале. В банке, где работала ДО. Началось с того, что Ми впоследствии назвала «счастливым случаем». Чек был похож на все другие чеки, которые проходили через руки ДО. На нем имелась подпись владельца текущего счета — Франсуа Шанса. И только когда ДО внесла выплату в дебет, она прочла на обороте Чека передаточную запись на имя «Мишель и Золя». ДО почти непроизвольно вскинула глаза и увидела по другую сторону стола девушку в бежевом пальто, голубоглазую, с длинными черными волосами. ДО сказала, что она ДО. После долгих объяснений Ми как будто вспомнила свою подружку детских лет и ответила «Вот здорово, что мы встретились». Говорить больше было не о чем. Попытку продолжить разговор сделала сама Ми. Она спросила, давно ли ДО живет в Париже, работает в банке, нравится ли ей работа. «Позвони мне как-нибудь на днях. Мне было приятно с тобой встретиться». Дней через десять, было это в среду утром и опять в банке, счастливый случай повторился. В ту среду стояла мягкая погода. Ми явилась в английском костюме цвета бирюзы, а сопровождал ее какой-то молодой человек. ДО нагнала ее у окошка кассира. «Я как раз собиралась тебе звонить. Я раскопала старые фотографии. Приглашаю тебя со мной пообедать. Я хочу тебе их показать». Ми, явно застегнутая врасплох, не очень уверенно ответила, что это будет чудесно. И надо будет это как-нибудь устроить. Они пообедали вдвоем на улицу Кюжа, заказав разные блюда, которые делили пополам. Ми заметила, что распущенные волосы идут до больше, чем узел на затылке. У нее волосы были гораздо длиннее. Вознесла мне адская, пока причешешься с шуткой. Каждый день двести раз проводить с щеткой по волосам. Порой мне разглядывала доз почти обременительным вниманием. Порой мечтала вдруг говорить. Это был нескончаемый монолог. И казалось, что ей все равно, кто сейчас сидит напротив нее. Себастьян Жапризо. Ловушка для Золушки. Премьера на Радио 1. В записи принимали участие. Наталья Серверстова, Елена Артеменко, режиссер Александр Щербина. Запись 1998 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин